МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курган.ру. Здравствуйте. В студии Оксана Савакова и в ближайшие минуты в нашем выпуске. Затопленные подвалы могут стать причиной обрушения. Жильцы домов на перекрестке Некрасова и машиностроителей подсчитывают трещины на стенах. Три века печатному слову корреспонденты газеты и журналов отметили день российской печати. Макароны, кофейные зерна, глина и кружева в библиотеке Островского путем зрительского голосования выбрали лучшую чудо-елку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По слухам, с нового года льготы на проезд в железнодорожном транспорте для школьников и студентов отменили. Сколько теперь стоит проезд до ближайших городов, разбиралась Ольга Тыщик. Почему цены выросли почти в три раза? С просьбой разобраться в редакцию обратились наши телезрители. В Департаменте промышленности и транспорта нас заверили. Паниковать не стоит. Льготы для школьников и студентов на поездах пригородного сообщения сохранены. Они ежегодно действуют с января по июнь и с сентября по декабрь. Школьники подоставляют справку из школы, что он обучается там-то, там. И, соответственно, по этой справке ему продают 50-процентную скидку. Студенты, студенческий билет. С наступлением нового года изменились каналы финансирования льгот. Если раньше половину стоимости билета почти полностью оплачивал федеральный центр, с 2013 года обязанность целиком легла на плечи областной казны. Однако есть и еще одно нововведение, которое сказалось на кошельках зауральцев. Возможно, именно из-за него возникла неразбериха, поясняют в Департаменте. С конца 2012 года электропоезда Челябинск-Курган и Курган-Екатеринбург поменяли статус. Вообще пригородные поезда – это поезда, которые до 200 километров. А эти у нас больше 300 километров практически, поэтому их перевели в ведение федеральной пассажирской компании. И эти поезда, они теперь относятся к разряду поезда дальнего следования. Поэтому там правила предоставления льгот другие. На этих маршрутах областные льготы для школьников и студентов не действуют. Поездка на таком поезде до Екатеринбурга теперь обходится в сумму от 400 до 800 рублей. Все зависит от комфортности. До Челябинска чуть дешевле – до 650 рублей. Тем, кому эти суммы не по карману, могут отправиться до соседнего города на электричках Курган-Шумиха-Шумиха-Челябинск. Тогда стоимость поездки для школьников и студентов выйдет в три раза дешевле. Ольга Тыщик, Александр Киселев, Светлана Брагина. Информационное агентство Курган.ру. Минимальный размер оплаты труда стал выше. С 1 января он установлен в размере 5205 рублей в месяц. Это почти на 13% больше по сравнению с предыдущим показателем. Напомним, его уровень равнялся 4611 рубля. По оценке Минтруда России на сегодняшний день численность граждан, получающих МРОД, составляет 1 миллион 300 тысяч человек. Из них в бюджетной сфере работают 650 тысяч, среди которых 160 тысяч россиян – совместители. Стратегическая задача государства – приблизить уровень МРОД к величине прожиточного минимума. В рамках ее выполнения в Министерстве труда принято решение о создании рабочей группы, которая должна до 1 июля выработать план по этапному приближению МРОД к прожиточному минимуму. С 1 января вступил в силу закон, согласно которому вводятся новые правила оказания платных медицинских услуг. Как он коснется зауральцев, смотрите далее. Скорая помощь, амбулаторный прием и лечение в поликлинике. Согласно новому закону, все бесплатные услуги, которые ранее получали граждане, останутся безвозмездными. Платными сделают лишь некоторые, не предусмотренные программой госгарантий. Это может быть отдельный медицинский пост или улучшенное какое-то питание по сравнению с остальными больными. Но в любом случае все пациенты получают одинаковую бесплатную медицинскую помощь, предусмотренную стандартами. Заплатить придется и за лекарственные препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых, а также при анонимном обращении к специалисту. Важно знать, если в лечебном учреждении одна и та же услуга предоставляется и платно, и бесплатно, прежде чем оказать ее платно, больница или поликлиника обязана проинформировать о возможности получения медицинской помощи без взимания оплаты. Если это не сделано, у потребителя есть все основания обратиться в контролирующие органы. Кстати, согласно закону, ответственность несет не только врач, но и пациент. Если потребитель нарушил существенные условия договора, такое, как порядок оплаты договора, либо условия поведения в стационаре, он будет нести за это соответствующую ответственность. Цены на услуги в каждой больнице будут разными. Время их определят учредители лечебных заведений. Известно, что ограничения законом не установлены. Многие опасаются, что со временем платные услуги вытеснят бесплатные. Однако власти заявляют, такие меры только повысят качество медпомощи. Кто из оппонентов прав, покажет время. Ольга Тыщик, Александр Менщиков, информационное агентство Курганру. С 12 по 31 января изменится маршрут некоторых городских автобусов и троллейбусов. Это произошло в связи с проведением ремонтных работ на улице Куйбышева. Для движения общественного транспорта закрыт участок улицы от дома-музея Кюхельбекера до улицы Томина. 17 автобусов, чей маршрут проходит по этому участку, изменят путь следования. До конца января они будут проезжать по улицам Куйбышева, Томина, Климова, Красина в прямом и обратном направлении. Изменения коснутся и электротранспорта. Троллейбусы номер 3 от остановки Курган-Сельмаш пойдут по улицам Куйбышева, Пролетарская, Коле-Миготина и далее по своему маршруту. Троллейбусы номер 4 из Заозерного будут ходить по проспекту Машиностроителей, улицам Пролетарская и Коле-Миготина в прямом и обратном направлении. К коммунальным проблемам к нам обратились, как они сами себя называют, заложники недобросовестной управляющей компании. По словам жильцов, целых два дома на углу улиц Некрасова и Машиностроителей находятся в критическом состоянии. Как сообщают жильцы двух зданий на углу улиц Некрасова и Машиностроителей, их дома уже не первый год находятся на грани обрушения. Виной тому надолго прописавшаяся в подвалах этих строений вода. Управляющая организация «Мастер» уже не первая, кто обещает решить эту проблему. За последние несколько лет у домов сменилось несколько управ компаний, но решить свои задачи не смогла ни одна из них. Думали, что нам что-то сделают, но и здесь также ничего не сделают, потому что развал, видите какой развал, дом рухнет, потому что видели сколько воды. Наибольшее опасение жителей вызывает тот факт, что по стенам строений неумолимо ползут трещины, а в сами затопленные подвалы нет доступа. В сложившейся ситуации обитатели дома винят свою бывшую управляющую компанию «Риск». Во времена, когда дома были в ее ведении, подвалы и были доведены до такого состояния. Идет кипяток, подвал моется. Если дом рушится, я не знаю, что будет. Кто будет виноват, если этот дом рухнет. На все обращения горожан управкомпания отвечает неопределенным молчанием. Мы также попытались связаться с руководством организации «Мастер», но никаких комментариев получить пока не удалось. Юрий Пестерев, Дарья Федерягина, Александр Менщиков, Александр Немков, информационное агентство «Курганру». Обещанного ремонта своих подъездов уже не первый год ждут жильцы дома номер 106 по улице Коли Меготина. Ответ своей управкомпании на их обращение они видели пока только на бумаге. Жильцы дома номер 106 по улице Коли Меготина не могут дождаться ремонта в своих подъездах. Управляющая компания «Восток-центр» регулярно обещает приехать и устранить возникающие одну за другой проблемы. Но в заявленные сроки коммунальщики еще ни разу не уложились. Окна сколько раз просили застеклить. У нас даже стекло есть. Никто не приходит, никому не нужно. Звоним, звоним, никто. Стекла лежат на окне, вот там на четвертом этаже. Обшарпанные стены, выбитые стекла и крошащиеся под ногами ступеньки – это еще не полный список проблем этого дома. По словам жильцов, коммунальные платежи от них поступают исправно, но обещанного обслуживания они никогда не видели. Последний раз этот дом ремонтировался около 30 лет назад, заявляют собственники жилья. С тех пор косметические недостатки в своих подъездах они исправляют собственноручно. Мы маленько делали и подкрашивали сами. Но ведь мы стареем, мы уже не можем. Вот у нас 14 квартир, ее муж иногда делает застеклят сам. Что можно, вот маленько собираем застеклят. Но нужно все ломаться. Это все давно и ни разу капитального ремонта не было. Живущие в доме люди с ограниченными возможностями здоровья с трудом поднимаются на свои этажи. На некоторых лестничных пролетах, помимо торчащей стены проводки, отсутствует перила. Горожане надеются, что управкомпания «Восток-центр» наконец выполнит свои обязательства. В последний раз коммунальщики обещали отремонтировать подъезды в декабре. Дарья Федерягина, Александр Менщиков, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру». 1 марта в России заканчивается срок бесплатной приватизации жилья. Будет ли он продлен еще раз неизвестно. А между тем желающих курганцев оформить жилье в собственности еще много. И дело не в медлительности некоторых граждан, а в отсутствии такой возможности. Проблема стоит не первый год перед жильцами дома номер 77А по проспекту Конституции. Камнем преткновения является статус строения, общежития. Хотя, по мнению жильцов, никаких признаков общежития у них нет уже давно. Данный дом на бумаге носит статус общежития, но общежитием как таковым он не является, поскольку у него нет ни одного признака, который указан в перечне в общежитиях. То есть, ну, признаков можно много называть. Из всех признаков у нас осталась только вахта с вахтером, но и вахтеров с 16-го числа убирают. То есть, им уже выданы два месяца назад уведомление от сокращений, их сокращают. То есть, последний признак общежития у нашего дома будет исключен. Полностью ремонт, все содержание здания лежит на жильцах. Многие уже жильцы сделали перепланировку, сделали кадастровые паспорта на свои квартиры. То есть, это уже не комната, это квартиры. С отдельным входом, с отдельным санузлом, с отдельной кухней и так далее. То есть, полностью пригодны для проживания. Все полностью за свой счет. Дом является собственностью Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области и находится в доверительном управлении у Курганского государственного колледжа. Сейчас люди ходят по кругу. Чтобы приватизировать жилые помещения, нужно признать девятиэтажку многоквартирным жилым домом. Сделать это можно только после передачи строения в муниципальное владение. С этой просьбой обращались в Департамент представителей колледжа. Мы, со своей стороны, относимся к собственнику-учредителю Департамента земельных и имущественных отношений. Мы, значит, оформили все документы. Написали письмо, что просим согласовать передачу в муниципальную собственность здания общежития по адресу проспект Конституции 77А. На что, значит, спустя полтора месяца мы получили ответ, что не предоставляется возможным, так как общежитие, значит, закреплено за образовательным учреждением. Жители дома считают, что они поставлены в неравные условия с остальными гражданами Российской Федерации. Нарушаются их права на приватизацию и на улучшение жилищных условий. Также задаются вопросом, как смогли оформиться в собственность четыре комнаты, находящиеся в этом же здании. Светлана Епифанова, Александр Киселев, информационное агентство Курган.ру. Сотрудники полиции Курганской области уехали в полугодовую командировку на Северный Кавказ. Накануне на площади пригородного вокзала состоялись их торжественные проводы. Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Курганской области полковник полиции Андрей Смирнов сказал полицейским напутственные слова и пожелал благополучного возвращения домой. Проводить полицейских пришли руководители подразделений ОМВД региона, представители зауральского отдельского казачьего общества, родные и близкие. Настоятель пантелеймоновского прихода Кургана, отец Владимир, благословил отъезжающих в служебную командировку стражей правопорядка. В это воскресенье по всей стране вместе со Старым Новым Годом отмечали и День Российской Печати. Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Сколько печатных изданий выпускают сегодня в Заурале и какое влияние они оказывают на умы читателей, расскажет Юрий Бестерев. 310 лет. Именно столько исполнилось в этом году российской журналистики. Наибольший расцвет она получила в советское время. Тогда властями страны уделялось особое внимание просвещению населения именно через газеты, рассказывает руководитель управления Роскомнадзора по Курганской области Елена Овчинникова. В начале 21 века появились предположения, что печатные издания все-таки канут в лету, их заменит интернет. Однако цифры статистики говорят сами за себя. На 1 января 2013 года на территории Курганской области зарегистрировано 162 СМИ. Это все средства массовой информации, в том числе электронные и печатные. Что касается печатных СМИ, то всего их зарегистрировано 111. Вот такая круглая цифра. Из них 79 газет и 29 журналов. Ну и по одному там альманахи, бюллетени, сборники. В прошлом году всем средствам массовой информации пришлось привыкать к новым законам. Изменились не только условия регистрации СМИ, но и появились обязательные возрастные ограничения. По словам Елены Овчинниковой, все зауральские издания успешно справились с новыми требованиями. Кроме того, появились 12 газет, журналов, телеканалов и радиопередач. По-прежнему печатные средства массовой информации, газеты и журналы сохраняют свои лидирующие позиции у читательской аудитории. У наших людей еще не выветрилось доверие именно к печатному слову. То есть вот напечатано, это значит правда. И это, конечно, накладывает очень большую ответственность на журналистов именно печатных СМИ. Благодаря газетам и журналам зауральцы продолжают узнавать не только актуальные новости, но и получать необходимую бытовую информацию. А печатный формат позволяет отложить интересную статью на потом и вернуться к ней в любой удобный момент. Уважаемые журналисты, уважаемые работники печатных СМИ, уважаемые работники типографии, разрешите мне от имени Управления Роскомнадзора по Курганской области поздравить вас с Днем Российской Печати, поблагодарить вас за совместное сотрудничество, за работу на благо и всей нашей аудитории, и нашей России. И пожелать вам удовлетворения от своей работы. Мы со своей стороны пожелаем нашим коллегам только интересных новостей, ярких интервью и увеличения количества постоянных читателей. Юрий Пестерев, Александр Киселев, Александр Бывальцев, информационное агентство Курганру. Число избирательных участков в Курганской области в 2013 году сократится. До 1 мая будет сформирован новый состав участковых избирательных комиссий сроком на 5 лет. В них должны войти около 15 тысяч человек, рассказала на заседании обл. избиркома его председатель Светлана Гулькевич. В настоящее время главы городов и районов Заураля готовят решение о численности избирательных участков на своих территориях. Поскольку некоторые помещения не соответствуют требованиям, необходимым для проведения выборов, обл. избирком рекомендует присоединить их к тем участкам, где есть все условия для избирателей. По предварительным подсчетам, такое укропнение затронет около 150 участков. Всего после реорганизации их останется около тысячи. Название «Учитель года-2013» претендует 39 педагогов Кургана. 22-й городской конкурс начнется 17 января. Во Дворце детского и юношеского творчества учителя продемонстрируют свои таланты в четырех номинациях. Учитель года, классный руководитель года, воспитатель года и педагог дополнительного образования. Самой многочисленной в этом году оказалась номинация «Воспитатель года», сообщает пресс-служба городской администрации. На победу в ней претендует 17 человек. 13 педагогов будут бороться за звание «Учитель года», 5 за звание «Классный руководитель» и 4 за титул «Педагог дополнительного образования». Конкурсные мероприятия будут проходить в 31-й гимназии детском саду номер 18. Имена победителей станут известны 1 февраля. Елки бывают разные – трепишные, меховые, металлические и пластиковые. Разнообразие материалов и массу фантазии показала необычная выставка «Чудо-елка», которую провели в библиотеке Островского. Из 130 поделок народным голосованием выбрали несколько самых ярких. В проекте приняли участие творческие дети и их родители. Откликнулись на призыв проявить свои таланты дошколята, учащиеся школ, воспитанники Дома детского творчества «Синяя птица», детского подросткового центра «Мостовик» и 22 курганских семьи. Мы хотели, чтобы наши горожане, маленькие и большие, имели возможность проявить себя, проявить свой талант, какую-то свою неординарность и сделать какую-то творческую работу, которая бы и их показала с лучшей стороны, и чтобы другим, тем, кто сюда приходит, было бы интересно и было бы на что посмотреть. Вот, собственно, это была такая главная цель этой выставки. Елочки получились разные. Самые маленькие легко помещаются на ладошке, большие до полуметра в высоту. Поражает разнообразие материалов. Больше всего елок из бумаги, картона и мишуры. Есть ели из салфеток, тканей, кружев, ленточек, ниток, пластиковых вилок, макарон, конфет и даже кофе. Некоторые участники использовали совсем редкие материалы – перья, соломку, гайки, монеты, сизаль и даже монтажную пену. Около месяца организаторы выставки собирали голоса посетителей за понравившиеся поделки. Очень хорошо, что есть возможность показать и поработать родителям с детьми, творчески их развивать. Это же очень важно, когда человек творчески получает какую-то еще оценку со стороны. В итоге, по результатам голосования, лучшей совместной работой стала елка семьи Игнатьевых. Самая симпатичная признана коллективная работа из шишек детского центра «Мостовик» под названием «Новогодний лес». А самая необычная назвали елку из гаек Натальи Колесниковой. Специальный приз получила елка-бабушка детского сада номер 4. Светлана Епифанова, Александр Киселев, информационное агентство «Курган.ру». В спорткомплексе «Зауралец» завершился турнир по самбо в честь Александра Невского. На соревнованиях побывал наш корреспондент Дмитрий Соснов. В соревнованиях приняли участие не только курганские бойцы, но и гости из других регионов России. Трудно вообще оценить важность этого турнира, потому что география очень большая. Европейская часть России, Восток, Уральский федеральный округ весь представлен, около двух сотен участников. Главный приз соревнований – путевка на первенство России по самбо. Поэтому борьба за педестал развернулась нешуточная. Но нашим ребятам к серьезным соперникам не привыкать. Курганские самбисты всегда выступают на самом высоком уровне. Курганская школа самбо – это была всегда лидирующая школа вообще в России по самбо. И когда еще был Советский Союз, это была одна из лидирующих школ Советского Союза. У нас очень знаменитых спортсменов. Вот и в этот раз ребята выступили достойно. Апрун Сарутюн, Иван Тачков и Максим Бутенко сумели победить в своих весовых категориях, выиграв путевку на первенство России. Однако занять первое общекомандное место нашим бойцам не удалось. Совсем немного курганская команда уступила гостям из Екатеринбурга. Теперь спортсмены будут готовиться к турниру, который носит название «Против наркомании, беспризорности и подростковой преступности». Старт соревнований уже в феврале. Дмитрий Соснов, Александр Меньшиков, информационное агентство «Курган.ру». В детско-юношеской спортивной школе номер один состоялись показательные выступления воспитанников. Танцевально-акробатические номера сменялись один за другим. Зрители увидели, как менялась акробатика. От времен античности до 21 века. Ежегодно в показательных выступлениях участвуют свыше 150 спортсменов. Наравне с детьми участие принимают и ведущие спортсмены, и мастера спорта. Директор учебного заведения Анатолий Семенов рассказал, что на сегодняшний день в школе занимаются 633 ребенка. Это больше, чем позволяет материально-техническая база учреждения. Работают со спортсменами 20 тренеров-преподавателей. Все они выпускники этой же спортшколы. Эти концерты, конечно, очень много дают для родителей, потому что воочию родители видят, чем занимаются их дети. В детской спортивной школе ведется очень большая воспитательная работа. И поэтому мы гордимся, что у нас в городе вот такой торжественный консорт среди спортсменов, среди детских спортивных школ проводится. Амур не дремлет. Информационное агентство Курган.ру открывает новый сезон проектов, и у жителей города Кургана вновь появилась возможность обрести свою любовь. В течение месяца участники проекта будут бороться за главный приз – романтическое путешествие. Подробности в сюжете. Мужчины и женщины, взрослые и не очень. Устали блуждать в социальных сетях в поисках любви? Не с кем провести День Цветового Валентина? Информационное агентство Курган.ру дарит возможность жаждущим любви сердцам принять участие в нашумевшем проекте «Сети Амура», найти вторую половинку и выиграть романтическое путешествие. Единственное условие – быть старше 18 лет. Для того, чтобы принять участие в проекте «Сети Амура», необходимо иметь аккаунт в социальной сети ВКонтакте. Затем нужно зайти на сайт Курган.ру, в раздел «Проекты Сети Амура» и заполнить анкету. Чем подробнее будет анкета, чем красивее будут фотографии, тем у участника больше шансов найти свою любовь благодаря нашему проекту и выиграть главный приз – романтическое путешествие на двое. Регистрация продлится целую неделю до 18 января. Затем из всего спектра претендентов за два дня зарегистрированным участникам нужно будет выбрать не менее трех понравившихся ему представителей противоположного пола. Пятерка лидеров, набравшая максимальное количество совпадений, пройдет в следующий этап – встреча счастливчиков на романтическом свидании. Но не все так просто. Путевки в жаркие страны, на дороге, как говорится, не валяются. В этом этапе проект «Сети Амура» выходит за рамки традиционных интернет-знакомств и заставляет участников встречаться друг с другом воочию. Каждому лидеру, набравшему максимальное количество предпочтений, придет по три участника противоположного пола, из которых он или она должен выбрать самого лучшего или лучшую, с которыми они в конце образуют пару и пройдут следующий этап. Да, после таких перипетий «Сети Амура» можно распутать только через испытания. Но не бойтесь, каленым железом вас пытать никто не будет. А вот проверочки устраивать парам, дабы убедиться, насколько хорошо они узнали друг друга за время проекта – это пожалуйста. Проще гораздо вместе работать, вместе жить, вместе создавать семью, вместе растить детей. Но не так просто, как казалось бы, найти свою пару. И вот информационное агентство «Курган-Бру» взяло на себя эту миссию – предоставить площадку, где люди могли бы встретиться. Завершится проект «Сети Амура» 14 февраля, в день Святого Валентина, грандиозным финалом, где и будет объявлена пара-победитель, которая станет обладателем главного приза – романтического путешествия. Лилия Тельняк, Александр Киселев, Денис Маркер, информационное агентство «Курган-Ру». Таковы главные новости. Сейчас смотрите прогноз погоды. Я желаю вам всего доброго. До встречи. Реалити-шоу «Сети Амура» для тебя. С 12 по 18 января зарегистрируйся на сайте «Курган-Ру», найди вторую половинку и выиграй «Романтическое путешествие». «Сети Амура». Любовь с первого клика. «Триколор-ТВ» – это пакет российских телевизионных программ для бесплатного индивидуального просмотра. «Триколор-ТВ» – это многопрограммное телевидение для районов, удаленных от эфирных передатчиков, для жителей деревей и дачных поселков. «Триколор-ТВ» – телевидение всей России без абонентской платы. Официальные партнеры в «Кургане» – «Курьер Сети Лайт». Улица Кольмиготина, 124А, офис 304, телефон 467-222. Уже в детстве мы осознаем, как важен для человека дом. Настоящий, в котором можно строить свое будущее. Дети растут, мечты превращаются в планы, а планы воплощаются в жизнь. Думать о будущем стоит в настоящем времени. И в вашем настоящем доме. БК «Недвижимость». Если вы по-настоящему выросли. Опа! Новый тариф! Опа! Бесплатный интернет! И те же 49 копеек за минуту! Опа! Это новый тариф от сотовой связи «Мотив» с бесплатным интернетом и звонками по 49 копеек за минуту. «Мотив» стоит попробовать. Шевроле «Нива» везет в любую погоду. Автомобили с ПТС в наличии. «Джимир», телефон 44-54-40. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Лилия Тельняк. Спонсор прогноза погоды – автоцентр «Джимир», официальный диллер GM «АвтоВАЗ». Автомобиль «Шевроле «Нива». «Шевроле «Нива»» везет в любую погоду. А теперь о погоде. Во вторник склоны Урала по-прежнему будут окутаны полями фронтальной облачности. И у нас опять будет сыпать небольшой снег. В такой ситуации выхолаживание приземного слоя атмосферы будет небольшим. И температурный режим сохранится умеренно холодным. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске небольшой снег. Температура днем – минус 11, минус 14. В Кургане облачно с прояснениями – небольшой снег. Ветер западный и юго-западный – 4,9 метров в секунду. Температура воздуха – минус 17, минус 19. Днем в Кургане облачно с прояснениями – пройдет снег. Ветер западной четверти – 4,9 метров в секунду. Температура воздуха – минус 13, минус 15. Атмосферное давление будет расти. 15 января солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Русское путешествие. Сети Амура. Любовь с первого клика. БК Недвижимость. Если вы по-настоящему выросли. Опа! Новый тариф. Опа! Бесплатный интернет и те же 49 копеек за минуту. Опа! Это новый тариф от сотовой связи Мотив с бесплатным интернетом и звонками по 49 копеек за минуту. Мотив. Стоит попробовать. Мотив. Стоит попробовать. Мотив. Стоит попробовать. Мотив. Стоит попробовать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok